Запад понимает, что сегодня можно потратить немного сравнительно денег для того, чтобы помочь Украине и финансово, и военной части, по военной линии. И это лучше, чем не помогая Украине допустить падение Украины и потом тратить в сотни раз больше на столкновение с режимом Путина. Эту дискуссию мы закончили где-то в районе мая-июня. Вот этот разговор завершился. Эти споры были тогда, в мае-июне, когда началось наступление путинских войск на Донбассе. День, когда они по 50-60 тысяч снарядов выпускали. И когда казалось, что они скоро выйдут к Днепру, отрежут украинскую группировку и фактически завоюют почти половину Украины. Когда такая угроза существовала, которая была ликвидирована героизмом украинских солдат. И жертвами огромными. Да, огромными жертвами. Вот это был момент психологически, когда на Западе изучались разные сценарии. Все, тема нет. Эта тема закрылась. Тем понятно, что Украина должна победить. И что совершенно очевидно, что вложения в Украину, они стоницы окупятся. Кстати, одна из идей, которая уже довольно оживленно циркулирует в сознании западных политиков, это то, что послевоенная Украина, ну, помимо того, что это, безусловно, сильнейшая армия в Европе, это форпост НАТО, это гарантия вообще того, что никто никуда не дернется больше, как бы, что вот все, как бы, в Европе установится мир, наконец. Кстати, можно будет, между прочим, на оружие столько денег не тратить, в общем, как бы, вот, что будет ликвидирована главная угроза, ради которой там вообще НАТО существовало. Кроме того, восстановление Украины, точнее даже не восстановление, а обустройство уже по лекалам 21 века, это, на самом деле, лучший шанс повлиять на осознание того, что останется на месте России. Вот на месте граждан России, те, кто будет видеть, что как бы там через границу или там через стену, которая будет построена, будет там на месте Мариуполя и Харькова подниматься там города 21 века. И станет ясно, что вообще-то, ну, вот туда надо, не в китайскую колонию, а вот туда. Вот это, на самом деле, тоже вложение, которое будет иметь, на мой взгляд, косвенный эффект, четко фиксирует для, как бы, сознания российского обывателя, что будущее только в Европе, и для этого надо, в общем, пройти пути покаяния и, как бы, искоренение собственного, собственных пороков собственного сознания. Вот того самого псевдоисторизма, который путинский пропагандан накачивал столько лет. Ну, вы затронули очень важную тему, на самом деле. Я вот часто дискутирую с представителями, ну, самого большого политического эстеблишмента Украины разных лет. И все они сходятся в одном. Одна мысль превалирует. Победить – это, конечно, суперважно, и мы не сомневаемся в победе. Но самое тяжелое время для Украины начнется именно после победы, когда надо будет восстанавливать все, а денег будет мало, и неизвестно, как Запад будет давать деньги и так далее. Вам не кажется, что самое тяжелое время для Украины начнется после победы? Нет, все-таки не кажется так, потому что Запад денег даст. И, во-первых, есть вот те самые деньги, о которых мы говорили, конфискованные. Эти деньги пойдут в Украину, и я считаю, что Россия обязана возместить все убытки, причиненные путинской войной. Я даже не знаю, удастся ли все, потому что мы говорим про инфраструктуру, а есть еще человеческие жизни. Но мы говорим, в любом случае, это сотни миллиардов долларов. Плюс я думаю, что западный менталитет, мне кажется, потребует от самых разных стран и даже общественных групп, социальных групп, участие в восстановлении Украины. Это, на самом деле, вклад в будущее будет. Поэтому кто-то будет строить оперный театр в Мариуполе, и он будет гораздо красивее, чем кто-то. Там будут строить что-то, это возвращение долга. На Западе это понимают. Украина защитила Запад от Орды. Я думаю, что восстановление пойдет, безусловно. Что касается политических проблем, я не имею никакого права давать советы. Я считаю, что Украина там уже прошла столько важных этапов совершенствования, как гражданское общество. Я бы сильно по этому поводу не заморачивался, но это уже дело граждан Украины. Как они будут решать вопрос о восстановлении жизни на оккупированных территориях, которые вернутся в Украину. Это Паша делал. Если потребуется какая-то помощь, мы с удовольствием поможем. Хотя подозреваю, что даже у меня, как у человека, имеющего российское гражданство, никто совета спрашивать не будет. И по этому поводу я не буду заморачиваться. Но, тем не менее, я считаю, что будущее Украины во многом будет маяком не только для России. Того, что появится на месте России. Я надеюсь, что там что-то цивилизованное будет складываться. Но это будет маяк для вообще всех сил свободы в мире. И для тех, кто сейчас выходит до улиц Тегерана и других иранских городов. Для Венесуэлы, и для Кореи. Везде, по всему миру, на самом деле, победа Украины даст толчок вот этому росту самосознания. А точнее, даже уверенность, что мы можем победить. Вот на самом деле, это же как бы, ну, Давид Голиаф история. Вот эта победа, это на самом деле демонстрация того, что Голиаф и сегодняшний колосс на глиняных ногах. Только кажется, что они такие сильные. Вот Украина развенчала много мифов, которые складывались в сознание. И вот это развенчание мифов, оно, мне кажется, поможет многим людям преодолеть вот тот самый страх. Вот смогли они, должно получиться и у нас.